Первое знакомство Владимира Глейхмана с музыкой произошло, когда он учился в четвертом классе. Одноклассники позвали его с собой на занятия в Московский самодеятельный детский оркестр клуба «Прожектор». Рук маленького Володю не зацепил, не понравился преподаватель. Вторую попытку приобщиться к творчеству он попробовал через год и устоял. Играл на балалайке, показывал хорошие результаты, выступал на концертах, участвовал в конкурсах, завоевывал первые места. В 1955 году поступил в музыкальное училище, а судьбоносным моментом в жизни Владимира Давидовича стал шестой международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в столице нашей Родины. Ансамбль у нас был очень хороший. Хорошие музыканты, руководитель Вячеслав Иванович Розенов. И мы на международном конкурсе по народным инструментам получили там золотую медаль. Мы, конечно, очень гордились, что мы стали вот такими титулованными мальчиками. После этого руководил разными самодеятельными оркестрами, а 4 мая 1969 года совершенно случайно попал в оркестр народных инструментов города Видное, чтобы подменить руководителя, и остался. В этом году Владимир Глейхман отмечает 50 лет в оркестре. За это время в нем сменилось не одно поколение музыкантов, которые стали друг для друга семьей. Владимир Давыдович очень комфортный для нас человек, руководитель. Он нам как друг. В оркестре дружественная, добрая, семейная практически атмосфера. Помимо того, что мы здесь получаем музыкальное удовольствие, играем на инструментах, у нас еще здесь как большая семья. Все праздники, дни рождения, радости, горести мы все отмечаем вместе. Я очень люблю вот этот вид деятельности, самодеятельности. Тебе никто не заставляет. Ты по своей душевному складу, по твоим талантам, которые в тебе заложены, и вот находишь выход в музыке. Не обязательно он должен, участник самодеятельности, куда-то пойти профессионалом стать. Это совершенно не обязательно, потому что талантов у человека бывает много. За годы работы с оркестром Владимиру Давыдовичу удалось вывести видновский музыкальный коллектив на международный уровень. Они неоднократно становились лауреатами самых престижных творческих конкурсов и фестивалей. Самоотверженный труд Владимира Глейхмана всегда высоко оценился и в год празднования 90-летия Ленинского района и Московской области. Глава муниципалитета Валерий Венцель наградил маэстро знаком отличия почетный гражданин Ленинского района. Конечно, заслуженно, конечно, правильно. Более того, безумно горжусь, что у нас есть такие люди, что мы с ними рядом, что есть у кого лично мне брать пример. Это массив, это глыба, это гигант, это атлант, как угодно. Но заслуженных людей просто так не дают. Владимир Глейхман породнился не только с оркестром. Ленинский округ для него стал своим домом. Он искренне его любит. Рад тому, что муниципалитет развивается, растет, становится комфортнее. Звание почетный гражданин для Владимира Давидовича – большая ответственность. Это очень ответственно, потому что как-то себя позиционировать как-то нужно так, чтобы ты действительно почетный. Это с одной стороны. А с другой стороны, как ты был таким, я же к этому абсолютно ничего не делал, вот так специально, кроме того, что честно, ну, как говорят, профессионально, кто-то говорит, талантливо работал. Сейчас коллектив готовится к серьезному событию. 15 декабря состоится большой концерт в честь 70-летнего юбилея Оркестра русских народных инструментов города Видное. Музыканты обещают представить новую программу и много сюрпризов для своих гостей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ну, как-то уговорили.